МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на седьмом канале. В студии Алексей Кован. Главным темам этого дня – веерная беда. Вот мы вот так обложились и делали вчера уроки. Вслед за солнечным на отключение света пожаловалась покровка. Почему бытовые проблемы бьют еще и по экологии? Свинье-харам. В конец оборзели. Кого не устраивает питание свинины, можете готовить обеды для своего ребенка дома. Скандал в Норильске из-за школьного меню без свинины. Жители косятся на приезжих и их традиции, но ответ невероятный. Есть надежда. Ранее, в 2023 году, при схожей ситуации по иску прокуратуры Уярского района прекращено право собственности на земельный участок с одновременным снятием его с кадастрового учета и запретом рубки. 53 гектара леса в Уярском районе могут спасти от вырубки. Почему собственнику уже запретили прикасаться к деревьям? В школу пострелять. Когда детям вместо огнетушителей и противогазов выручат винтовки? И станет ли это массовым? Без электричества, а также тепла и воды. На это месяц назад жаловались жители Солнечного. Теперь о том кричат жители Покровки. Дети учатся при свечах, а родители готовят еду на походных плитках. Люди устали от спартанских условий и готовы бежать и к губернатору, и к президенту. Что об этом говорят энергетики и кто все же в силах помочь людям, расскажет Ксения Гречихина. Вот так вот мы вчера. Вот мы вот так обложились и делали вчера уроки. Свечи и яркий фонарь на батарейках в последние дни стали лучшими друзьями дочери Юлии. А все потому, что делать домашнее задание приходится в темноте. В доме несколько дней подряд перебои с электричеством. Да и уроки не самое проблемное, что приходится терпеть семье. Например, утро Юлии начинается с того, что она кипятит воду и наливает ее в термосы, чтобы вечером поужинать хотя бы лапшой быстрого приготовления. В пять часов не было света. Батареи у нас остыли. Дома уже было прохладно. На градуснике у нас уже было 19 градусов. Вечером не приготовить, не покушать. Муж у меня вчера тоже приехал с работы, не покушать, ничего. Голодные сидели. Ну, понятно, достали газовую плитку, хотя бы заварили там доширак и чай там попил. И так приходится жить не одной семье, а целому микрорайону. От отключения света страдают жители многих улиц и кажется, что вся покровка. И сегодня жильцы уже просто выходят на улицу, чтобы вместе обсудить общую проблему и решить, куда стучаться за помощью. Ведь от электричества у них зависят другие ресурсы. Во всей покровке горячая вода зависит от света, потому что у всех стоят бойлеры. Если у нас нет света, мы сидим еще и без воды горячей. У всех как бы дети, старики там, да и мы в конце концов тоже хотим жить в комфорте. Мы живем-то в 21 веке, не в каменном. Беспокоятся люди из-за свое имущество. Свечи уже пару раз чуть было не привели к пожару. Во время отключения текут холодильники. А из-за резких скачков напряжения ломается техника. Резкое отключение электроэнергии, бытовая техника. Простите меня, я кому потом, где и каким образом докажу о том, что она полетела вот именно при этих условиях. Так а вчера он сколько-то, или пять раз переключали. Только пыр, включат, пыр, пыр. Мы холодильники даже вот с резетки выдернули. Это же, а нам сейчас на пенсии где мы это купим? Многие дома здесь топятся электрокотлами, а соответственно и они не работают без электричества. И мало того, что люди замерзают, это наносит удар и по экологии. Ведь многие просто отказываются от нового оборудования в пользу привычного печного отопления. И сейчас, вот это правда, такая хорошая программа чистый воздух, вроде бы котлы, да, но они ведь все зависят от электричества. Все, отопление встало. Нам условили такую котелку. Деньги немалые. А я отказалась сегодня от такого котла. Наверное, вы правильно сделали. Потому что я смысла не вижу в нем. Правильно сделали. Перебои электричества создают проблемы не только частному сектору. Свет отключают и в разгар дня в детских садах. Детей оттуда приходится забирать, а потому родители просто вынуждены срываться с работы, чтобы прийти за своим чадом. Причина перебоев электроэнергии для людей очевидна. Как только ввели вот эти огромные дома, на линейные вот эти, которые стоят, где барахолка раньше была, и у нас со светом такая катавасия началась. Они вводят новые дома, но абсолютно ничего не делают для того, чтобы повысить нам напряжение. И вся эта история уж очень сильно напоминает страдальный солнечник, где новостройки подключили к старым сетям, а люди жили без электричества, пока не дошли до губернатора. Энергетики рассказывают, что внеплановое отключение не связано с их работой, и электричество не бывает из-за ряда причин. Это неполадки в частных сетях, старые и давно используемые энергообъекты и их плохое состояние. Нужно увеличивать мощность центров питания и пропускную способность линии электропередачи. Но провести капитальную модернизацию в рамках тарифа невозможно. Дефицит финансирования приводит к тому, что обновлять оборудование мы можем только точечно и в особо критичных ситуациях. Ускорить обновление сетей поможет заключение регуляторного соглашения между энергетиками и региональными властями. В районной администрации разводят руками. Говорят о проблеме, знаем, но это не наша компетенция. Деньги на ремонт могут выделить только краевые или федеральные власти. Но вот только когда это будет, непонятно. А тем временем подступают морозы. Если отключение продолжится, то люди просто будут замерзать в своих же домах. Ксения Гречихина, Данил Дубенко, Седьмой канал. Истязал возлюбленную и угрожал ее убить. Вице-спикеру ЗАГСа Брани и недавнему кандидату в губернатора Андрею Новуку предъявили окончательное обвинение сразу по двум статьям. Его подозревают в том, что на протяжении двух лет он издевался над своей подругой Инной Яковлевой. Одна из таких потасовок произошла в июне этого года. Седьмому каналу женщина тогда рассказала, что приревновала Новака, вспыхнула ссора, за которой последовала драка. На Инну посыпались удары по голове и телу, в ход шли руки и ноги. А когда она упала, Новак якобы положил ей подушку на лицо и кричал о том, что убьет. Потасовку прервала малолетняя дочь Инны, когда зашла в комнату. По словам Яковлевой, подобное происходило часто. Однако женщина никогда не обращалась в полицию. Также она заявила, что за время многолетнего романа у нее с Новаком родились дети. Однако мужчина все отрицал. Вот что Инна рассказала тогда Седьмому каналу. Отмечу, что Андрей Новак женат. Его супруга, когда вспыхнул этот скандал, рассказала, что не верит слухам и назвала выпад Яковлевой провокацией. Позже депутат все-таки признал, что знаком с Яковлевой. К тому же в сети появилось много совместных фото. Но подробности не уточнил. В отношении Новака возбудили уголовное дело. Также его исключили из комиссии Заксобрания по этике. А на его прежний пост в КПРФ назначили другого человека. Несмотря на это, он все еще остается действующим вице-спикером Заксобрания края. Седьмой канал связался с Новаком, однако тот отказался от любых комментариев. Дозвониться до Инны Яковлевой тоже не удалось. Подозреваемый в убийстве школьница из Ужурского района признался в жестоком преступлении. Следователи считают, он знал, что свиньи могут напасть на нее. И специально оставил без сознания в постройке. Животные должны были довершить его дело. Чтобы скрыть улики, мужчина забрал мобильник жертвы, разрубил его топором, а после сжег вместе с поленом, которым бил девушку по голове. Причиной убийства стали рабочие конфликты с отцом школьницы, у которого задержанный работал. Желая ему отомстить, он пьяным проник в стойку и хотел заколоть скот, но столкнулся с дочерью начальника. Она кормила животных, а когда увидела незнакомца, попыталась выхватить у него нож. Изначально уголовное дело было заведено по статье причинения смерти по неосторожности. Но сейчас его переквалифицировали в убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью сокрытия другого преступления. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Десятки школьников подхватили кишечную инфекцию из-за сыра, которым посыпали макароны. Это предварительная версия, озвученная прокуратурой. На этот раз речь не о каннских учениках, а о красноярских. Вместе с орвотой и болями в животе они слегли неделю назад. Мы рассказывали об этом в прошлую среду. Родители тогда уверяли, это точно отравление, но официальная версия не исключала и ротовирусную инфекцию. Но сейчас она все менее вероятна. Оказывается, ветеринарные документы на сыр, который завезли в школьную столовую, не были оформлены. Возможно, это не единственное нарушение. Лабораторные исследования еще ведутся. Всю неделю школа работала на дистанте, а завтра снова откроет двери для детей. В столовой заменили персонал, а само помещение обработали. Быть или не быть свинини, жаркие споры по поводу школьного питания разгорелись в Норильске. Дело в том, что там у школьников из меню свинина исключена. Одной из причин оператор питания назвал вероисповеданием. Якобы так решили уважить религиозные особенности питания многих детей города. Еще отметил, что говядина полезнее и безопаснее. Но общественность было уже не остановить. Люди пошли в соцсети организатора питания, на официальную страницу мэрии, подхватили и местные паблики. Если коротко, норильчане требуют свинину вернуть. Исключите исключительно для тех, кому свинину нельзя. Пусть делают для них отдельное меню и отдельно выдают. Уважать религиозные особенности. При этом под одну гребенку всех подвели. В конец оборзели. Кого не устраивает питание свинины, можете готовить обеды для своего ребенка дома. Вы думаете, что есть люди, которым принципиально нужно есть только свинью? Что уж говорить о детях. Думаю, дети не расстроятся. Моим детям по религиозным соображениям можно есть только черную икру. Надо к мэру сгонять. Авось прокатит. А в мэрии северного города сегодня рассказали. Скандал разразился на пустом месте. Такое меню без свинины у местных школьников уже больше трех лет. И все всех устраивало. От свинины отказались, потому что предпочитают кормить детей диетическими видами мяса. Всех все устраивало, пока одна из мамочек не попросила главу города вернуть свинину в меню. И тут началось. Организатор питания, про-сервис «Таймыр», уже уволил сотрудника, который сказал о религиозном подтексте в этом вопросе. В компании заявили, что это его частная позиция, которую он высказал от имени фирмы. Уроки по стрельбе ведутся в школах. Детей будут учить, как правильно держать оружие, наводить прицел, но пока обучают взрослых. Для учителей ОБЖ, точнее уже ОБЗР, это основы безопасности и защиты Родины, провели цикл лекций и уже перешли к практике. На одном уроке побывала Александра Овдина. Она расскажет, когда занятия начнутся для школьников и насколько это будет массово. Внимание! Точность, скорость и безопасность. Курсанты программы «Ворошиловский стрелок», которую реализует благотворительный фонд поддержки общественных инициатив «Феникс», готовятся преподавать свою дисциплину в школе по-новому. После восьми занятий по практической стрельбе они смогут обучать школьников этому мастерству. Почему мы не можем сейчас просто взять детей, например, неподготовленных, и пустить в практическую стрельбу? Потому что стрелять несложно, а сложно безопасно с ними двигаться. Потому что ты побежал, палец на спуске. У тебя дисквалификация. Вместе с главным управлением образования Красноярска общественники начали возрождать стрелковую подготовку в школах. Они не раз выходили с этой идеи в общественную палату края. И вот получили поддержку. Сейчас мы создаем определенные тенденции. Нужно создать определенный опыт, посмотреть, какие у нас будут возможные сложности, недочеты. И будем постепенно их регулировать, обрабатывать. Но я думаю, что за 2025 год, по крайней мере, я для себя такую задачу поставил, если хотя бы 4-5 школ, мы прямо сможем создать классные спортивные секции, где могут заниматься при поддержке уже обученных педагогов ОБЗР. Необходимые навыки сейчас отрабатывают красноярские учителя, педагоги основ безопасности и защиты Родины. Этот предмет появился в школьном расписании совсем недавно, с сентября. Михаил стал первым учителем, готовым освоить навыки стрельбы. Впервые с пистолетом он познакомился в армии. А позже, уже когда стал представителем общероссийского движения «Гвардейская смена» в нашем регионе, захотел заняться подготовкой кадрового резерва для силовых структур. А так как у нас это направление не развито было, и опыта у меня очень мало, и тут оказалось очень шикарное предложение посещать занятия, которые я в данный момент использую. Соответственно, получаю опыт. Какой-то опыт у меня был до этого. Я проходил службу в рядах вооруженных сил. Сейчас Михаил вместе со школьниками пока занимается теорией. Отрабатывают базовые навыки безопасного обращения с оружием. А к практике приступят чуть позже, когда будут полностью готовы. Ведь даже пластиковый шарик может привести к серьезным травмам. Практической стрельбой вообще нужно заниматься многим, кто хочет научиться культурному безопасному обращению с оружием. Потому что, когда дети, потом уже и взрослые, начинают заниматься пророчкой стрельбой, они уже никогда не будут делать манипуляции с оружием, с пальцем, в пусковой скобе. Они не направят оружие туда, куда они будут стрелять. Они будут обращаться с оружием как к заряженным. Для занятий не нужно сложное оборудование. Для экипировки обязательно лишь прозрачные очки для защиты глаз. А стрелковые рубежи можно сделать в любом спортивном зале. Главное после провести тщательную уборку и отыскать все шарики от пневматического оружия. Три месяца до идеального состояния. Такой срок суд дал собственнику торгового центра взлетка «Плаза». В ноябре 22-го года там случился крупный пожар. В одном из ресторанов «Сушев» забыла выключить фритюрницу и ушла домой. Огонь моментально разошелся, выгорели соседние торговые точки. Ущерб на 100 миллионов. Проверка показала, что не только «Сушев» виновата. В самом здании пренебрегали правилами пожарной безопасности. Стены отделаны панелями с высоким уровнем горючести. Сигнализации нет, система оповещения неисправна. А выходы для эвакуации полностью заблокированы. За два года владелец устранил только часть нарушений. Остальные проигнорировал и продолжил работу. Теперь остаток работ будет проходить под пристальным взглядом прокуратуры. Прокурором направлено на исковое заявление в суд. С требованием о запрете эксплуатации здания ТЦ до устранения нарушений. В ходе судебного разбирательства ответчикам неоднократно устранялись данные нарушения в добровольном порядке. В настоящее время на собственника здания ТЦ возложена обязанность. Оборудовать системой противодымной вентиляции, а также все помещения системой автоматической пожарной сигнализации. Старейшая газета «Края» «Красноярский рабочий» закрывается. Сейчас рабочим остается только сайт, но его вскоре переименуют. Причина в сложном финансовом положении. У издательства долги. Читатели поняли, что есть проблемы, когда им начали возвращаться деньги за подписку. Вроде и решение найдено. Краевые власти согласились погасить долги, но при условии, что газета и ее товарный знак переходят региону. Однако и при таких условиях газета не выйдет в наступающем году. Нет бюджетного финансирования. Первый номер «Красноярского рабочего» вышел в 1905 году. В декабре изданию исполнится 119 лет. Оно одной из старейших в стране, и именно в его честь назван проспект на правом берегу Красноярска. Мы рассчитывали, что она будет с 1 января 2021 года продолжится ее выпуск. Но в агентстве заявили, что денег в бюджете не заложили, нет денег в бюджете. Поэтому в следующем году газета выходить не будет. 53 гектара леса в Уярском районе можно спасти от вырубки. Такая надежда появилась у жителей села Роща после вмешательства 7 канала и прокуратуры. Собственнику земли уже запретили спиливать деревья. Правда, на время. Пока идет проверка законности приобретения участка. Напомню, сельчане позвонили в нашу редакцию почти месяц назад и рассказали, собственник участка собирается спилить все деревья, чтобы заняться коневодством. Его намерения вызвали сомнения у людей. Мол, все это прикрытие. Деревья пустят на продажу, а никаких коней тут не появится. Жители недоумевают. Как можно было земли лесного фонда отдать под сельское хозяйство? Мы написали запросы во все инстанции. И вот оказалось, что именно этот участок лесному фонду никогда не принадлежал. И политика Минлесхоза противоположная. Не раздавать леса под другие нужды, а приобретать. Для того, чтобы исключить подобные случаи, рубки на землях сельхозназначения, то есть у нас уже в течение нескольких лет проводится работа с муниципалитетами по передаче залесенных участков сельхозназначения земель запаса в земли лесного фонда. Тем временем сотрудники прокуратуры встретились с местными жителями и с самим собственником земли. Сейчас они проверяют договор дарения ему участка, который также вызывает много вопросов у людей. Под пристальным вниманием и бизнес-проект предпринимателя по разведению лошадей. Также установлены бывшие владельцы земли. Кстати, если найдут нарушения, участки можно будет изъять. Похожие истории в Уверском районе были совсем недавно. Ранее, в 2023 году, при схожей ситуации по иску прокуратуры Уярского района прекращено право собственности на земельный участок с одновременным снятием его с кадастрового учета и запретом рубки. По материалам прокуратуры в отношении лица, совершившего незаконную рубку, возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время рассматривается в Уярском районном суде. Но остаются в этой истории и темные пятна. Так до сих пор непонятно, как предприниматель получил эту землю в собственность. На это-то другие вопросы, мы надеемся получить ответ от администрации Уярского района. Там на наш официальный запрос пока еще не ответили. Тем временем местные жители пытаются найти свои пути для сохранения леса. Они предлагают предпринимателю четыре участка схожей площади и также предназначенные для сельхозназначения. Только вот никаких деревьев там уже нет. А значит, ему не нужно тратиться и рубить деревья. А можно сразу приступить к исполнению своей мечты и заниматься коневодством. Правда, нам реакция бизнесмена на такой вариант неизвестна. С нами на связь он по-прежнему не выходит. В Красноярск снова везут святые мощи. На этот раз Иннокентия Московского. Особо его почитают на Дальнем Востоке, поскольку он был первым православным епископом Камчатки, Якутии, Преамурья и даже Северной Америки. Его труды по географии, этнографии, языкознанию получили мировую известность. По сути, на восток страны сейчас и везут ковчег с частицей тела Иннокентия. А по пути завезут и в Сибирь. К нам ковчег прибудет 7 декабря в Кафедральный собор на Сурикова. После его повезут по другим Красноярским храмам. С 20 декабря и до конца Рождественского поста к нему смогут приложиться и жители других городов края. Напомню, не так давно нам привозили Казанскую икону Божьей Матери, а затем и пояс Богородицы. Желающие помолиться у святыни выстраивались в очередь. О других новостях коротко расскажем далее в двух словах. Прогрев машины закончился пожаром в Большемуртинском районе. Мужчина решил оставить на ночь включенной плиту в гараже, чтобы с утра легко завести автомобиль. Но к утру уже не было ни плиты, ни машины. Пожарные пытались спасти имущество. Тушить огонь пригнали две единицы спецтехники, но безуспешно. И гараж и его содержимое выгорели. Пострадавших нет. Автобус застрял в снегу Норильска. Но пассажиры не растерялись. Больше 10 человек вышли из салона, откопали колеса и, навалившись, смогли дружно вытолкать транспорт из ловушки. Все это происходило в экстремальных условиях из-за метели, холода и нулевой видимости. Вообще, то, в каких условиях людям приходится жить и работать, вызывает у ненорильчан восторг. Раньше восхищение адресовали пилотам, а теперь и водителям. Трактористы устроили бой в микрорайоне Солнечный. Первая машина сперва снесла забор, затем ей на пути попали столбы, но она упорно продолжала переть дальше. Пока впереди не появился второй трактор, и соперники столкнулись ковшами. Подробностей этой странной истории пока нет, но в соцсетях ее прозвали «Битвой титанов». По словам местных жителей, конфликт мог возникнуть из-за того, что водители не поделили территорию. Ступеньки на лестницах ГЭС начали считать и российские энергетики. Все дело в необычном челлендже. Сотрудники двух самых мощных электростанций страны решили узнать, у кого больше ступенек на лестнице внутри плотины. Они снимают свои подъемы вверх на камеру и параллельно рассказывают факты о своих ГЭС. Например, сколько бетона потребовалось на строительство плотины. Так выяснилось, что Красноярская ГЭС высотой с 35-этажный дом, а Саяна-Шушенская в два раза больше. К тренду присоединились энергетики из других городов. Слезы на глазах и постоянные молитвы. Так пациентки перинатального центра вспоминают первые месяцы жизни своих детей. Их малыши родились раньше срока. И хоть с той поры прошло уже много лет, мамы возвращаются сюда снова и снова, чтобы сказать врачам спасибо. День Белого Лепестка – это праздник для многих семей и у каждого своя душераздирающая история. Все детки родились с весом до одного килограмма. После рождения таких малышей здесь выхаживают не один месяц. И для этого в центре создаются все условия, чтобы младенец чувствовал себя комфортно, как в утробе матери. А благодаря стараниям врачей каждый маленький пациент вырастает совершенно здоровым и крепким. Девочка у нас родилась на 27 неделе, 650 грамм, 32 сантиметра. Это очень маленький человечек, который помещался на ладошечку. Мы ее выхаживали. В общей сложности мы провели здесь три месяца. Через три месяца в свой гестационный возраст мы выписались уже с весом 2 килограмма. Это был для нас большой человек, хотя все говорили, что это очень маленький. День Белого Лепестка отмечается во всем мире. Ежегодно недоношенными на свет рождаются более 15 миллионов детей. В Красноярске этот праздник проходит уже восьмой раз. И многие выпускники выходят на сцену и своим примером доказывают, что даже глубокая недоношенность не приговор. Историю каждого такого ребенка врачи помнят наизусть. От первых дней до полнейшей реабилитации. Вот сейчас я встретила девочку с массой 650 грамм. Ей 9 лет уже. Прекрасная, с огромными косичками и бантами. Но я хорошо помню, с какими сложностями мы ее выхаживали. Боролись за жизнь в прямом смысле слова. Неоднократно. Поэтому сейчас она бегая вокруг меня. Еще хочется, чтобы реаниматологи это увидели. Они ее сразу вспомнят. Но это стоит того. Мы здесь не зря. Новый фундамент, красивые стены и крепкие полы. Все это ожидает сразу пять школ в Красноярске. В одной из них работы вот-вот закончатся. И уже в следующем году ученики войдут в новенькие классы. Сегодня же ход работ в ней проверило не только руководство, но и те, чьим детям здесь учиться. Подробности у Екатерины Вещеваловой. Здесь учились наши родители. Здесь учился я. Здесь учатся теперь наши дети. Теперь и сам Дмитрий вводит сюда двоих детей. Для него состояние школы особенно важно. Именно поэтому он с удовольствием согласился провести проверку школы номер 42 вместе со специальной комиссией. Такие вещи, как пол и стены, особенно пол, это невозможно было никакими небольшими способами и мерами уже улучшить. И это выдавало возраст школы однозначно, значительно. И вот сейчас, когда мы заходим, сейчас, когда мы проходим, видим, насколько прежде всего в идеальном состоянии находятся уже стены, как будет прекрасно сделан пол. Вот это те вещи, которые можно было изменить только в формате такого капитального ремонта. Возраст школы действительно приличный. 60 лет как-никак. Трехэтажное учебное здание открылось в далеком 1964 году и давно нуждалось в капитальном ремонте, который начался в апреле. Своей радостью о долгожданных изменениях делятся не только родители учеников, но и сама директор школы. Сейчас школа, получается, не вторую, наверное, третью жизнь приобретает. Потому что первое здание 34-го года, 64-го – второе здание. Вот это вот новое здание сейчас новый облик совершенно получит. Поэтому, конечно, передать словами, что я там рада, ну, наверное, это ни о чем не говорит. Вот чувства просто переполняет. Подрядчик все работы ведет строго по графику. А значит, дети вернутся сюда в срок. В третьем квартале следующего года. По окончанию ремонта в учреждении закупят необходимое учебное технологическое оборудование, а также преобразят пришкольную территорию. Здесь появится и футбольное поле с беговой дорожкой вокруг, полоса препятствий и газоны с деревьями. На данный момент уже смонтированы перегородки, восстановлены вентиляционные шахты, залит фундамент и многое другое. Сегодня у нас рабочее совещание по контролю над ходом выполнения капитального ремонта. Мы сегодня осмотрели все здание, все три этажа. На сегодняшний день темпы капитального ремонта, считаем, хорошие. Полностью выполнены все демонтажные работы. В этом году в рамках госпрограммы развития образования капитальный ремонт проводится сразу в пяти школах. Еще четыре средних образовательных учреждения и пять детских садов ждут своей очереди, которая наступит с 2025 по 2027 года. Ремонтные работы проведут также за счет федеральных и краевых средств. Екатерина Вещевалова, Седьмой канал. А еще школы могут быть не только новенькими, но и оттюнингованными дизайнерами. Седьмой канал запустил проект «Классный класс», и в нем приняли участие 96 школ и детсадов. В чем суть? Педагоги предложили свои идеи, как улучшить свои учебные учреждения. А студенты-дизайнеры воплотили эти идеи в готовые проекты. Два учебных заведения выиграли и реализацию. Бесплатный дизайнерский ремонт под ключ. О том, как это было, смотрите в телеверсии на Седьмом канале буквально через минуту, сразу после новостей в 20.00. Добавлю, это коллаборация красноярских дизайнеров, предпринимателей и Сибирского федерального университета. А теперь информация о погоде. В четверг, 28 ноября, в Красноярске солнечно, без осадков. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров тутного столба. Ночью 1 градус холода, днем до плюс 3. На этом у меня все. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2-900-333 или пишите в наши мессенджеры по номеру 8-391-2-900-333 и телеграм-канал по QR-коду на экране. Меня зовут Алексей Кован. Увидимся.